Сегодня в гостях у программы «Больной вопрос» врач-эндокринолог Ирина Шумейко. Мы поговорим о здоровье щитовидной железы. Орган этот хоть и очень маленький, но очень важный в нашем организме. Ирина Васильевна, скажите, а вот правда ли бывает так, что люди часто и не понимают, что у них со щитовидкой что-то не в порядке? Действительно, щитовидная железа – это орган, который выделяет гормоны. А гормоны работают накопительно. Поэтому постепенное вот это снижение функции щитовидной железы не всегда заметно. И именно об этом мы сейчас и поговорим в студии программы «Больной вопрос». Здравствуйте, меня зовут Янина Морозова. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+. Сегодня говорим о щитовидной железе. Орган этот хоть и маленький, но имеет огромное значение в нашем организме. Вырабатывает гормоны, которые влияют на очень многие процессы, на нашу работоспособность и даже настроение. С какими заболеваниями щитовидной железы северяне встречаются чаще всего? Расскажем в сюжете. Заболевания щитовидной железы у жителей Мурманской области чаще всего связаны с дефицитом йода, говорят доктора. У многих этот дефицит достигает 40%, но это не всегда приводит к болезни. Еще 30 лет назад ситуация была куда лучше. Люди больше ели рыбы, морской капусты и морепродуктов. Именно эта пища – лучший природный источник йода. Обязательно всех призываем использовать едированную соль. Рассчитанная едированная соль, что едируется где-то примерно, мы получаем 7 грамм соли в общем, каждый день. И вот расчет едирования соли на как раз на эти 7 грамм потребления в сутки. Этого достаточно, чтобы не развивался дефицит йода у населения в целом. Но стоит помнить, что результат все же зависит не от количества, а от регулярности. Ведь избыток соли в пище тоже ведет к опасным заболеваниям. Здоровье щитовидной железы важно, ведь именно она – дирижер всех обменных процессов в организме. Ее гормоны влияют на все органы и системы. А в нашу эндокринную систему входят также гипоталамус и гипофиз, вилочковая железа поджелудочная, надпочечники и половые железы. Это единое эндокринное кольцо, в котором все взаимосвязано. Вот почему так важно следить за здоровьем щитовидки даже у детей. С признаками присылают либо терапевты, либо кардиологи. Например, аритмия развивается. Или, скажем, педиатры к детскому эндокринологу присылают, если ребенок плохо развивается, низкорослость, например, какой-то недостаток интеллекта. Там можно заподозрить гипотиреоз, и таких детей уже обследует детский эндокринолог. Чаще всего люди сталкиваются с такими сбоями, как пониженная или повышенная функция щитовидной железы. Гипотиреоз и гипертиреоз. Эти состояния плохо сказываются на организме. Быстрая утомляемость, ухудшение состояния волос и кожи, сердцебиение, жар, нарушение сна и снижение массы тела, раздражительность – все это повод заподозрить сбой в работе щитовидки. К взрослым попадает обычно с заболеваниями щитовидной железы либо гипотиреоз послеоперационный, либо это аутоиммунные заболевания щитовидной железы. И сейчас много идет тиреотоксикоза, которые в прошлом году, например, или года два назад были редкостью. Сейчас очень часто выявляется тиреотоксикоз – токсический зоб. Возможно, связано с коронавирусом, возможно, связано это с какими-то неврогенными состояниями населения. Установить верный диагноз поможет осмотр и исследование, которое назначает эндокринолог. Например, УЗИ щитовидной железы позволяет увидеть ее структуру, наличие новообразований. А анализ крови на гормоны щитовидки помогает выявить нарушение ее работы. Эти исследования доступны по полюсу ОМС в случае, если назначены доктором. И когда что-то беспокоит, в первую очередь стоит прийти к врачу. Это самый верный путь к победе над проблемой. Для Нины Неконоровой и ее супруга детальная консультация очень важна. Женщина Делеца до сих пор не знала многих нюансов. Очень довольны. Настолько благожелательны. Очень хорошо нас встретили, очень помогли. В общем, объяснили, рассказали. Мы очень довольны. Игнорировать заболевания щитовидной железы нельзя, ведь симптомы могут накапливаться и очень осложнять жизнь. А внимание к себе, диета, богатая морепродуктами, употребление едированной соли и умение справляться со стрессами позволят сохранить здоровье надолго. Своевременная диагностика, умение обращать внимание на сигналы своего тела помогает избежать многих проблем. Но нередко симптомы заболеваний щитовидной железы неяркие и долгое время остаются без внимания. Так как же понять, что проблема есть? Как сохранить здоровье на долгие годы? Нам сегодня расскажет гость нашей студии, врач-эндокринолог Мурманской областной больницы Ирина Шумейко. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Ну, первый вопрос, конечно, вот жизнь на севере, она как-то влияет вообще на здоровье нашей щитовидной железы? Или как другим ребенком? Конечно. Щитовидная железа – это маленький орган. Она работает от рождения и всю жизнь, до смерти. То есть она несет очень большую нагрузку функциональную. Она распоряжается нашим обменом веществ. То есть она выполняет функцию энергоносителя. С помощью своих гормонов регулирует работу всех органов, тканей, мозга. То есть это очень важный и незаменимый орган. Если функция щитовидной железы нормальная, она работает, все органы работают стабильно. Если начинается по какой-то причине сбой в работе щитовидной железы, это может выливаться, да, в кардиологические какие-то симптомы, в неврологические симптомы. То есть к этому, конечно, надо прислушиваться. На севере щитовидная железа работает с удвоенной силой зимой. Нам нужна энергия, чтобы преодолевать проблемы холода. Мы находимся в крайне иногда экстремальных ситуациях. То есть, конечно, щитовидная железа зимой работает с удвоенной нагрузкой. Естественно, ей нужна помощь. И когда спрашивают, когда лучше обследовать щитовидную железу, наверное, раз в год действительно надо сдавать гормон ТТГ, терротропный гормон. Он самый главный. Он определяет работу щитовидной железы. А скажите, какие заболевания щитовидной железы вообще существуют и какие из них, может быть, самые опасные для здоровья? Заболевания у нас делятся по своей функциональности. Это гипотиреоз, низкая работа щитовидной железы. Там причин очень много. Гипотиреоз также делится на несколько классифицируемых причин. И зоб. Зоб существует. Большая щитовидная железа. Это когда йода не хватало какое-то время, и щитовидная железа разрослась. Это бывает эутериоидный, нетоксический зоб. Вот он как раз лечится препаратами йода. И это как раз молодой возраст. Чаще всего молодой, детородный. Сюда относятся мы беременных, подростков. И так называемый узловой зоб. Вот формы узлового зоба у нас делятся на доброкачественные опухоли и злокачественные опухоли, которые мы уже выявляем в онкологическом диспансере. Злокачественная опухоль – это уже рак. Да, это рак щитовидной железы, который является серьезным заболеванием, но излечимым и победимым. И главное обращаться в тех ситуациях, когда уже назначают до обследования. Если назначается пункция щитовидного узла, значит, нужно не тянуть и идти как можно раньше на обследование, чтобы быть спокойным и пациенту, и врачу. Значит, он не пропустил какое-то серьезное заболевание. А если все-таки рак выявили, то стоит тоже, опять же, не откладывать лечение? Это больше процент успеха или как здесь? Наши онкологи очень правильную политику задают себе задачу быстро прооперировать рак щитовидной железы. У нас в Мурманске выполняется, как только диагностика рака прошла, то есть подтвердился рак по биопсии, онкологи сразу забирают к себе на операцию. У нас эта проблема решается быстро. А вот более легкие заболевания гипотириоз, гипертириоз. Я читала, что очень часто бывает так, что люди не обращают внимания на симптомы долгое время. Каковы симптомы этих заболеваний? Почему они остаются, скажем так, неосознанными? С гипотириозом у нас обычно пациентов направляют терапевты, гинекологи чаще всего. Это состояние, когда действительно они маскируются под анемию, под какие-то миокардиодистрофии приходят, допустим, от кардиолога, когда сердце неправильно работает, идет какая-то измененная кардиограмма. То есть мы начинаем искать причину и находим гипотириоз. Причин гипотириоза много. Самая основная причина – это аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Это аутоиммунный тиреидит. Там идет разрушение аутоиммунными антителами клеток щитовидной железы. И, естественно, требуется заместительная тиреидная терапия. Проблемы нет. Мы назначаем лечение. Человек трудоспособен. Молодые женщины могут рожать с гипотириозом. То есть проблемы в жизнеобеспечении нет. Тиреотоксикоз – более сложное заболевание. Вот гиперфункция щитовидной железы действительно может долго какое-то время не распознаваться. Пациент долго ходит по кардиологам, по неврологам, истощается, нарушается нервная система. Человек становится раздражительный, такой нервозный. По кардиологии проблемы. Подбирается какая-то антиритмическая терапия, которая не помогает. И, наконец, все-таки выявляется гипотириоз. Вот его лечить, конечно, всегда сложнее. И его лечить никто не любит. Ни кардиологи, ни неврологи. Занимается, конечно, эндокринолог. Но сейчас есть очень хороший метод лечения тиреотоксикоза и гипотириоза. Это радио-йод терапия. Нам помогает архангельская кафедра. Радиологи, они берут у нас пациентов легко. Мы всех направляем вовремя. И тиреотоксикоз у нас сейчас лечится, но более успешно, чем, например, 10 лет назад. И я еще вот вычитала, что щитовидка очень реагирует на содержание йода в организме. Так на самом деле? Ну, в разных случаях по-разному. Если, например, недостаток йода в детском возрасте, да, это выливается в увеличение щитовидной железы. И часто у подростков выявляется ювенильный зоб. Это когда в подростковом возрасте щитовидная железа несколько увеличена. В первой степени, незначительно. Это как раз вот тот самый дефицит йода, который часто бывает в детском возрасте. Тут надо коснуться нашей, наверное, действительно сейчас экологии. И вообще, раньше северяне были рыбоеды. Вот никто не спорит, что мы рыбы раньше ели, ну, наверное, в 10 раз больше, чем сейчас. На самом деле, это так, да. Да. И поэтому мы потребляли очень с рыбными продуктами очень большое количество йода. И проблемы на севере, дефицита йода у нас не было ни у детей, ни у подростков, ни у беременных. В 2003 году проводилось исследование такое, проводила российская медицинская академия, назывался оно Тиромобиль. На всей Мурманской области, во всех наших районах у школьников, у детей исследовалась моча на йод. То есть присутствие йода в моче. И потом, когда это все усреднили и выявили, оказалось, что средний дефицит йода в Мурманской области 40% от нормального. И мы приблизились к российскому среднему дефициту йода. Хотя раньше такого показателя никогда у нас на севере не было. Вот сейчас рыбу морепродукты, кстати, не очень, многие не очень любят просто. Да, просто уже отошли от того, ну как бы, поедания рыбы, которая приветствовалась и всегда была свободна. Сейчас у нас рыба, ну нас уже забыли даже, как она выглядит. Ну, равнообразие продуктов в магазинах. Да, как она выглядит и как ее готовить, уже многие не знают. А вот в этой связи вопрос, а нужно ли тогда принимать препараты йода самостоятельно? Или нужна все-таки консультация врача? Лучше, конечно, проконсультироваться, потому что если случай аутоиммунного гипотириоза, аутоиммунного тироидита, то там йод не назначается. Ведь в разрушенные клетки йод уже не поступает. Если аутоиммунными антителами ткань щитовидной железы разрушилась, сколько ни доставляй туда йода, сколько ни поставляй, йод уже усваиваться не будет. Поэтому, конечно, сначала обследование, УЗИ сделать, опять же сдать гормоны и потом решить, надо йод или нет. А скажите, пожалуйста, образ жизни наш как-то влияет на здоровье щитовидной железы? Есть ли какие-то меры профилактики, чтобы никогда не столкнуться с этим заболеванием? Раньше считалось, что самое разрушительное для щитовидной – это радиация. Радиационный фон у нас все время меняется. Он то повышенный, то… У нас бывают выбросы определенные радиоактивные, о которых не всегда даже мы можем знать. Естественно, у нас меняется экология. Тот воздух, которым мы дышим, он совсем не такой, как, допустим, 30 лет назад. Мы пьем с вами химическую хлорированную воду, а хлор вытесняет йод полностью из воды. И у нас вода уже не природная, она у нас получается такая полусинтетическая. Продукты, которые мы едим, тоже они напичканы различными такими ферментами, различными, которые не дают правильно работать щитовидной железе. То есть очень много факторов, которые тормозят работу щитовидной железы. И в итоге, через десятки лет, приходит щитовидная железа сама по себе уже к какому-то гипотириозу. Ну, здесь мы же не можем окружающую среду исправить, ну, как в очень малых каких-то моментах. А сами-то себе мы помочь как-то можем или все-таки нет? Это зависит больше от наследственности. Ну, и от наследственности в том числе. У нас есть семьи, где, допустим, болеют заболеванием щитовидной железы, допустим, предыдущее поколение, сегодняшнее, и уже дети начинают там обращаться. Вот, в трех поколениях видим заболевание щитовидной железы. То есть обращать на это внимание, конечно, надо. Видите ли, болезни щитовидной железы – это все-таки болезни цивилизации. Поэтому побороться как-то с этим, наверное, нам никак. Обращаться вовремя, сдавать анализы, если назначается, тоже вовремя. Проходить какие-то, да, обследования, которые сейчас легко выполнимы. Это УЗИ щитовидной железы, опять же, лабораторная диагностика. Если надо, у нас пункция узлов проводится. Это такой уже, как бы, обязательный показатель исследования. С антиграфией щитовидной железы. То есть все эти исследования, которые у нас проводятся, они все доступны. Спасибо вам большое, Ирина Васильевна, что пришли к нам сегодня, что поделились ценными советами. Я думаю, они пригодятся очень многим северянам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вы смотрели «Больной вопрос» на ТВ21+, программу, в которой мы задаем вопросы докторам, чтобы рассказать вам, как сохранить здоровье на долгие-долгие годы. Если у вас есть свой наболевший вопрос, задавайте его нам по телефону редакции 400-870, оставляйте для меня сообщения в социальных сетях, и мы обязательно постараемся найти ответ. Будьте всегда здоровы, не болейте, и до новой встречи через неделю, в следующий четверг в 20.00.